Ну вот, давайте приведем пример. Все та же пресловутая сотня. Что такое 100? 100 это 2 в квадрате на 5 в квадрате. И теперь мы знаем, что это единственное разложение 100 на простые множители. А значит, множество делителей числа 100 это 1,2,4 силич 2 квадрат. По Минковскому умножаем на 1,5 и 5 в квадрате, то есть 25. То есть множество всех делителей, может даже в табличку такую составить, здесь 1,24, здесь 1,5,25. Но можно и просто перечисляем. 1,2,4, это мы на единицу все умножили. Теперь на пятерку все умножаем. 5,10,20, ну и дальше на 25 умножаем. 25,50,100. Вот, ну и видно, что в самом деле их 9, их нечетное количество, что соответствует тому, что из 100 нацело извлекается квадратный корень равеном 10. Вот, значит, однако есть более прямой способ решения той задачи из форта Бояр. А именно рассмотрим все делители некоторого числа n, перечислим их, ну, по возрастанию. 1, там, т, 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 n, ну, тут какие-то еще. Но если n простой, то больше никаких нет. И каждому делителю сопоставим вот такой делитель. И ясно, что это инвалютивное отображение множества делителей в себя. То есть каждому делителю сопоставится делитель n разделить на d, но тогда делителю n разделить на d будет сопоставлен делитель n разделить на n разделить на d, да, то есть d. Опять обратно, возвращаемся к d. И, соответственно, если это отображение возвести в композиционный квадрат, то есть выполнить два раза, то мы вернемся, значит, к id, то есть к отображению, которое ничего не меняет. Теперь посмотрим, что чему здесь соответствует. Ну, например, для 100. 1 переходит в 100, 2 переходит в 50, 4, соответственно, переходит в 25, 5 переходит в 20, а 10 в кого переходит? А 10 переходит само в себя, потому что 10 равно 100 делить на 10. И это именно отвечает тому факту, что 100 является полным квадратом, что есть такой делитель, который переходит в себя. Все остальные, они по парам строго разбиваются, а один переходит в себя. Ну и, собственно, в общем случае тоже можно сказать, что это разбиение на пары в том и только в том случае, когда n не квадрат. Потому что в этом случае действительно ни один делитель не переходит в себя. Если n не является квадратом целого числа, то нет такого делителя, который был бы равен n делить на d. И тогда это строгое разбиение на пары, и мы получаем, что всего делителей четное число, потому что четное число их пар. А если n является квадратом, то все делители, кроме корня из n, имеют себе пару, неравную себе самому, и делитель, который равен корню, делитель, который равен корню из n, он имеет пары из самого себя. Вот. Поэтому, если n квадрат, то получается некоторое количество пар и один выделенный корень из n, и это значит, что всего нечетное число делителей. А если не квадрат, то четное. Ну и поэтому тоже сразу можно было бы сказать, в принципе, что все ящики будут открыты, которые являются точными квадратами. Хорошо, давайте еще немножко поисследуем свойства делителей. Давайте попробуем сложить все делители данного числа. Это функция sigma от n, называется сумма всех делителей натурального числа n. Для нее тоже можно на самом деле выписать формулу с помощью нашего подхода, состоящего в том, что множество всех делителей — это такое вот произведение по Менковскому нескольких групп. Значит, действительно, что будет такое сумма всех выражений вида P1 в степени бета 1 и так далее, Pr в степени бета r, да? Вот, sigma от n равно сумме вот такой вот, где n равно P1 в степени альфа 1 и так далее, Pr в степени бета r, а альфа r и все бета и ты, соответственно, меньше или равны альфа и ты. но смотрите, если я возьму сумму по всем наборам, по всем вообще наборам бет такого вида, это в точности равно сумме выражений типа P1 в степени бета 1, бета 1 здесь от нуля до альфа 1 умножить на сумму Pb2 от нуля до альфа 2 P2 в степени бета 2 и так далее и последняя сумма по бета последнему бета r тому от нуля до альфа r тоже, соответственно, Pr в степени бета r Ну, просто потому что, смотрите, любой вот такой вот слагаемый выходит как произведение вот этой группы на эту группу, на эту и так далее каждый из групп берется из своего ну и наоборот любое после раскрытия скобок, да вот в этом произведении любое произведение таких групп даст какой-то делитель числа n тут как это сказать? это невозможно объяснить, это можно только понять есть такие утверждения там и формы записи в математике, которые невозможно передать без того, что вы сами их осознаете просто возьмите для 100 и попробуйте проделать вот эту вот операцию, да умножьте вот 1 плюс 2 плюс 4, да на 1 плюс 5 плюс 25 чтобы убедиться в том, что это действительно будет сумма вот если вы раскроете скобки и будет действительно сумма всех вообще делителей числа 100 вот ну и вы почувствуете, как бы вы это утверждение почувствуете на своей шкуре, когда раскроете здесь скобки ну и тем самым на самом деле для любого n получается, что сигма n сигма n это 1 плюс, значит, p1 я просто распишу плюс так далее плюс p1 в степени альфа 1 скобка закрывается 1 плюс p2 это то же самое, только я скобки в скобках написал более щадящее для неподготовленного слушателя если вообще такие у нас есть кто его знает может у нас все слушатели подготовлены тогда они сразу это поняли вот ну вот получается такая сумма ну на самом деле, кто знаком с суммированием геометрической прогрессии может и дальше это расписать некоторым образом вот, может быть даже чуть позже мы это сделаем когда я расскажу про загадки совершенных чисел и простых чисел вида фирма но это чуть позже я хочу оставить это на будущее пока просто можно оставить в таком виде вот ну вот, значит, такие у нас есть замечательные функции это количество делителей которое равно произведению, да, количество делителей числа n равно просто 1 плюс альфа 1 и так далее 1 плюс альфа r и сумма делителей числа n которая равно наоборот вот такой вот вот такой вот такой ну, сумме или вот такому произведению сумм сумм от единицы до p в соответствующей степени ну и, наверное, еще в качестве важного понятия введем понятие дискретного логарифма по модулю простого числа это та степень p степень p которая входит в разложение числа n в разложение числа n вот ну, то есть, например дискретный логарифм числа 100 по основанию 2 будет 2 дискретный логарифм числа 100 по основанию 5 будет тоже 2 дискретный логарифм числа 100 по основанию 11 будет 0 потому что 11 в разложение числа 100 не входит все простые, которые не входят по основанию таких простых у числа этот дискретный логарифм или орд Он просто равен нулю. Ну и если я говорю логарифм, я настаиваю, что выполнена некоторая формула, которая верна для логарифма, и она действительно выполнена. Орд P от NM всегда равно орд PN плюс орд PN. Вот. Как и полагается логарифм, он произведение переводит в сумму. Ну это довольно удачное обозначение, которое, если мы будем серьезными вещами с вами дальше заниматься, мы будем это делать, которое нам пригодится. Вот. Ну а теперь мы вплотную подошли к задаче описания всех целочисленных прямоугольных треугольников, то есть всех пифагоровых троек, к чему мы и приступим.